Коллеги, начинаем. Всем привет! Кто слышит меня, поставьте плюсик, чтобы я знал, что вы меня слышите. Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте, Станислав! Кто-нибудь еще, напишите, слышно меня, видно ли меня, видно ли вам экран. Это тоже очень важно. Плюсики, плюсики. Ура, коллеги! Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Сегодня у нас будет достаточно короткий доклад, поскольку тема не техническая. Долго рассусоливать не будем, дадим статистику. Я сегодня поменял зал и оборудование, как вы видите, потому что в попытках перенести вебинары на более ранний срок, я неожиданно обнаружил, что у нас один микрофон и одна у насная камера. И она сейчас занята в вебинаре для клиентов по Bittrex24, которую Наташа и Олег пробуют. Так что вы меня будете видеть с камеры моего ноутбука и слышать, опять же, с микрофоном моего ноутбука, без всяких технических изысков. Но я надеюсь, что слышно и видно меня все равно хорошо. Главное, слышно и видеть для меня особо не нужно. Все, внимание на экран. Итак, коллеги, сегодня я постараюсь дать небольшой срез, как обещал, по первому кварталу, по результатам работы маркетплейсов наших, то есть маркетплейс для Bittrex управления сайтом и приложение 24 для Bittrex24. Я такой срез буду делать еще три раза в этом году. То есть просто по квартально, чтобы вы видели общую картину и понимали, куда движется рынок, куда идут продажи. Потому что, прежде всего, конечно, я буду рассказывать о финансовых показателях и показателях с этим связанных. Ну, давайте начнем. Начнем мы с маркетплейс Bittrex управления сайтом. Это уже достаточно старый проект, старая большая площадка, которая развивается несколько лет. У нее, конечно, показатели очень серьезные. Я выделил основные вещи. Ну, во-первых, мы выросли за вот эти три месяца в сравнении с аналогичными показателями 2016 года. Я сейчас все время буду говорить о трехмесячном отрезке с января по конец марта и сравнивать показатели этого периода с аналогичным периодом прошлого года. Поэтому вот эти все плюсы процентов, на самом деле, это сравнительная характеристика, чтобы мы понимали, что, находясь в то же самое время года, насколько серьезно площадка наша продвинулась, что в ней изменилось. И вот мы видим, что за эти три месяца, с начала года, на самом деле, установок решений из маркетплейс Bittrex управления сайтом было почти 90 тысяч. И фактически 21 тысяча с лишним, почти 22 тысячи сайтов, так или иначе, имеют установленное решение маркетплейс Bittrex управления сайтом, включая платное и бесплатное решение. Ну, если мы сейчас вот возьмем, я даже тут посчитал, это означает, что каждый день, вот каждый день за 24 часа вставится приблизительно 242 модули из маркетплейс. Вот мы сейчас вот проведем вебинар, поработаем немножечко, пойдем домой кушать и спать, и вечером магическим образом еще 242 сайта, как минимум, появятся, в которых используют решения маркетплейс. То есть, на самом деле, вот рынок готовых решений, он растет достаточно серьезно, в отличие, кстати говоря, от рынка новых сайтов. Я потом покажу по некоторым косвенным параметрам, почему мы так считаем. Я думаю, те из вас, кто активно работает с клиентами, они сами заметили, что, наверное, заказы на новые сайты становятся, ну, если не меньше, то, по крайней мере, вот такого серьезного роста может быть и не быть. Хотя, конечно, это очень кейсовая, с вашей точки зрения, история, у кого-то может быть, наоборот, очередь ожидающих проектов, а у кого-то их нет. Мы, конечно, сейчас говорим о срезе в целом по рынку, потому что видим историю снаружи и обладаем статистическими данными, которые позволяют какие-то тренды отслеживать. 25% рост выручки в этом году по сравнению с аналогичным периодом от 2016 года. И в количестве продаж рост, в общем-то, приблизительно такой же, то есть плюс 24% количество совершенных заказов. Ну, в общем-то, они коррелируют совершенно очевидным образом, потому что цены в среднем по маркетплейсу, к решениям для будущего, они не менялись. Иными словами, вот этот рост в деньгах, он обусловлен исключительно ростом в количестве установок коммерческих решений. Как гласили известные пословицы, статистические, каждый четвертый мужчина на земле счастлив. Вот приблизительно та же самая история теперь с платными решениями в маркетплейсе. Если в 2016 году только каждое пятое решение, установленное, было платным, то сейчас каждое четвертое. То есть вы видите, что происходит. На самом деле рынок готов покупать платные готовые решения совершенно спокойно. Потребность в них растет, их ставят чаще. Мы посмотрим, конечно, как эта тенденция будет развиваться в течение года, но пока предпосылок о том, что этот процент будет уменьшаться, они растили. Ну, я, по крайней мере, статистики не видел. Можно сосредотачиваться, что это означает для вас, как для разработчиков решения маркетплейс. Можно сосредотачиваться на создании сложных, интересных, платных решений для вот этой аудитории, который живет на битре с управлением сайтом, предлагать ей какие-то инструменты, которые позволят им решать бизнесовые задачи. Каналы продаж. Очень важный на самом деле момент. Я его начал подчеркивать еще в 2016 году на семинаре в Питере. Летний был небольшой у меня доклад для партнеров, где впервые я показывал разрез по каналам продаж для маркетплейса. Если мы сейчас возьмем чистую статистику заказов, которые у нас есть, то мы увидим, что приблизительно 42% заказов совершаются клиентами напрямую. То есть это люди, которые приходят на маркетплейс и сами себе покупают. Ну, сами себе в том смысле, что это не партнерская продажа, это могут быть, конечно, какие-то технические специалисты, скажем, которые занимаются в дальнейшем установкой, но они, по крайней мере, выступают от имени конечного заказчика. В этом не участвует наша партнерская сеть. А 58% это заказы, совершенные партнерами 1С Минрикс. То есть уже даже по этим цифрам мы понимаем, что партнерские продажи в маркетплейсе превалируют. Но это же еще не самое страшное. Вот эти проценты посчитаны из объема продаж, которые видим мы на маркетплейсе. Нужно понимать, что партнерские продажи совершаются со скидками, минимум 40%, а то и 50%, как вы все знаете. И это означает, что с точки зрения клиента 70% бюджетов клиентских, они уходят партнерам, которые продают ваше готовое решение, ваше готовое решение маркетплейс. Зачем я это говорю? Это опять еще раз, чтобы подчеркнуть важность, крайняя необходимость правильной работы с реселлерами для авторов маркетплейс, для тех, кто разрабатывает решение. Нужно понимать, что для вас работа с нашей партнерской сетью, правильная работа с партнерами, помощь партнерам маркетинговыми, техническими какими-то материалами, может быть, предложениями дополнительных услуг, которые помогли бы им внедрять ваше решение конечным клиентам, это крайне важно, потому что деньги с большей готовностью клиенты отдают им, тем людям, которые непосредственно с ними работают, тем людям, которые будут отвечать за проект в целом, потому что готовое решение – это хороший такой быстрый старт, но даже хорошее, понятное, простое, готовое решение, оно все равно нуждается в установке, настройке, проверке. Вы берете любой готовый интернет-магазин, вы все равно должны проверить, настроить платежные системы, расчет службы доставки и кучу разных вещей, которые люди неквалифицированные, без долгого курения документации, все равно сами, скорее всего, не сделают. Как бы мы ни стремились упростить эти процессы, мы сделаем там мастер установки интернет-магазина, чудесную вещь, чек-лист, к которому люди проходят и запускают интернет-магазин, но даже эти инструменты все равно чаще всего клиенты отдают на пункт специалистам, тем самым партнерам, которые говорят, мы вам сделаем сайт. Да, мы его сделаем на готовом решении, но мы вам отдадим сайт, а не модуль готового интернет-магазина, потому что модуль не нужен никому, нужен сайт. Пожалуйста, расценивайте партнеров, которые продают ваше решение, как очень серьезный источник денег, потому что так оно и есть на самом деле. 70% бюджетов клиентских они отдают именно внедренцам, именно партнерам, которые ставят. Потому что я сталкиваюсь периодически, общаясь с партнерами, с тем, что люди расценивают партнеров, ну, вот есть они, через них совершаются там продажи, но они ничего не делают, мы вынуждены все сами там развивать, они должны брать на себя ответственность, там что-то делать. Коллеги, это, как бы, с таким настроением вы, слона, не продадите. Если вы работаете с партнерами, если вы хотите выйти на вот этот массовый рынок, можно посмотреть на топ разработчиков маркетплейса, у них у всех, даже в абсолютных деньгах, вот без расчета партнерской скидки, партнерский канал продаж доходит до 70% у топов. Они потому в топе, хорошее слово, они в топе потому, что они правильно работают с партнерскими продажами. Они понимают, что без этого никак. Для них это серьезный источник, над которым они серьезно работают. По-другому, наверное, сейчас не получится. Смотрите на эти цифры и на этих чудесных людей фотографии и думайте. Кто все-таки эти люди, которые лучше всех продают? Я специально построил топ за 2017 год. Как ни странно, тут даже присутствует... А, пардон, это не партнерские, это все-таки топ авторов маркетплейса. Какие решения продаются лучше всего? Ну, картина не сильно поменялась с прошлого года, особенно, если вы ее сравните с результатами всего 2016 года. Вот та четверка лидеров, Аспро, Альфа-Систем, Диджитал Веб и Ромзе, они, в общем-то, и 2016 год в таком составе закончили. Аспро лидер уже несколько лет в маркетплейсе, ну, собственно, как и Альфа-Систем и так далее. Вот люди, вот компании, решения которых лучше всего продаются на маркетплейс. Если вы хотите заниматься дипломентом готовых решений, то есть если вы рассматриваете для своей компании, занимающейся разработкой сайтов, направление быстрого старта проекта, а это очень неплохая стратегия во всех отношениях, то вот вам готовый набор авторов, решения которых можно ставить. Они покупаются активнее всего, это означает, что у них наибольшее количество внедрений, они наиболее качественные из всего того, что предлагает маркетплейс, на текущий момент по результатам продажи. Это то, за что люди готовы платить деньги. Поясню, почему же все-таки хорошей идеей является продажа готовых решений, если вдруг вы еще до этой идеи не дозрели. Ну, я еще буду приводить пример изменения некой рыночной ситуации, но суть в том, что даже если мы не будем говорить об изменении рынка как такового, то быстрый старт на базе готового решения – это хорошая стратегия продаж. Любая проектная работа, вот любая проектная работа – это на самом деле высокой степени риска, что проект пойдет куда-то не туда. Это большие временные и финансовые затраты как для заказчика, так и для разработчика. Ну, правда, сколько партнеров, с сколькими партнерами я не общался, приблизительно головная боль у всех одна и та же – сложное управление проектами в условиях конфликтующих заказов. Ни у кого практически не получается брать заказ, который вот он есть один, он полгода, например, идет. Это же редкий случай, как правило, связанный с крупными заказчиками. Чаще всего есть некий пункт проектов, которые приходится вести одновременно, и несмотря на то, что вы строите план разработки этих проектов, выделяете под них ресурсы. Может так оказаться, что в какой-то момент у проекта начинаются тормоза по вине заказчика, он что-то не может согласовать, или у него нет людей, которые готовы примять решение на каком-то этапе. На вашей стороне вы проекты вынуждены заморозить, и ресурсы у вас проставят, их никто не оплачивает. Вы их начинаете впихивать в другой проект, который еще только начинается. В этот момент отлипает первый. И вот это все время хаотичность такая, когда ресурсов не хватает, управлять им сложно, это большая главная боль. В итоге это и вам тяжело, как разработчикам, и клиент теряет контроль, потому что то есть ресурсы, то занимается его проектом, то нет. Если занимается, то, может быть, не всегда в полную силу. В общем, это тяжело, и чем более длинная история с разработкой проекта происходит, тем больше риски, что что-то пойдет не так. А самое-то забавное, что клиенты не всегда знают, что они хотят на самом деле. Или, точнее, они-то, может быть, и знают, что они хотят, но представить это в подробностях не могут. И когда в конечном итоге, после там трех-четырехмесячной разработки, они видят какой-то прототип, и они понимают, что это не совсем то, что им нужно было, начинаются какие-то конфликты, недовольства, обманутые ожидания и так далее. И для бизнеса это не очень хорошо. Человек вынужден платить денег достаточно долго, чтобы потом получить некий сайт, который, может быть, выстроен, а может быть, и нет. Были случаи из моей личной практики, когда люди чуть ли не годами вкладывали финансовые ресурсы в разработку сайта, потому что им казалось, что они правильно делают. А потом оказалось, что, в общем-то, это не нужно никому, и проект не выстроен. Доходило до страшного в конечном итоге. Поэтому стратегия быстрого запуска, я сейчас говорю не для разработчиков, готовых решений, а скорее для реселлеров, которые могут их продавать разработчику сайта. Стратегия быстрого запуска – это отличная вообще вещь. Вы экономите собственные ресурсы значительно, вы можете в конечный срок, в обозримый, в конкретный, сделать уже сайт, причем заранее с клиентом до подробностей. Вы можете на пальцах показать, что именно он получит. Процент обманутых ожиданий значительно снижается. Но самое главное – клиент получает готовый работающий сайт, который уже потом, в процессе его работы, можно куда-то там доделывать, допиливать, с чем-то интегрировать сложно. Но основные бизнес-задачи – 80%, если не на 90%, готовые сейчас решения, готовые сайты, готовый интернет-магазин, они на 80-90% основные бизнесовые задачи решают. А это самое важное – как можно быстрее получить самое важное от интернет-магазина, чтобы он уже денег начал приносить. Потом его уже можно додозатачивать в мелочах. Это важный момент в стратегии продаж. Именно так это нужно доносить до ваших заказчиков. Именно это позволяет успешно продавать готовые решения. Вот, собственно, именно по этой стратегии идут компании в топе реселлеров. Вы видите их. Можно, наверное, исключить отсюда RedRu, который продают много просто потому, что у них очень большой трафик на сайте. Они фактически имеют витрину в marketplace у себя. Если у вас есть какие-то ресурсы с огромной аудиторией, вы можете прекрасно пойти по их стратегии и тоже сделать аналог витрины. Мы по аппе отдаем весь каталог решений marketplace. Вы запросто можете сделать свою копию витрины, оттуда продавать. Но на самом деле все остальные продают, общаясь с клиентом напрямую. Посмотрите на эти чудесные имена. Я рекомендую сходить на их сайт и посмотреть, как именно они предлагают готовые решения. Может быть, пообщаться где-то в кулуарах, обменяться опытом. Сделать тестовую закупку, выступить в роли клиента и посмотреть, как именно эти ребята, эти классные реселлеры, наши партнеры, продают своим клиентам готовое решение. У них можно этому поучиться. Левый список – это тех, у кого можно было поучиться в 2016 году. На самом деле все те же самые реселлеры присутствуют в нашем списке и в этом году. Просто немножечко поменялись топовые позиции. И это нормально. Я буквально вчера спросил у Романа из IT-констракта. А что же вы в этом году не в топе-то? Что он объяснил, что пока они еще продают закупленные в прошлом году лицензии, поэтому по результатам заказов в первом квартале 2016 года их не видно. Я подозреваю, что в втором квартале или дальше IT-констракт снова свое место займет, потому что они одни из первых начали серьезно продавать готовые решения. Для них это серьезная статья доходов, которая позволяет обслуживать большой пул клиентов, скажем так, быстро, качественно сажать их на поддержку. Это тот способ, который помогает им вовлекать клиентов в дальнейшую работу. Поучитесь у них, это очень полезно. Что лучше всего продавалось? Ну, я начал вот с такого обзора, что хорошо шло в 2016 году, потому что название длинное, в один слайд я сразу два списка внести не смог. Но если вы посмотрите, то 80%, ну даже вот мы возьмем здесь сейчас 10 решений, из этих 10 у нас сколько интернет-магазинов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь магазинов. Соответственно, корпоративных сайтов, как-то я интересно посчитал, семь, наверное, магазинов. Два готовых сайта и один модуль, который дает дополнительный функционал, не связанный с конкретной бизнес-задачей сайта. То есть это может быть применено и на сайте на каком-то, и на интернет-магазине, не важно. Я говорю сейчас про модуль версии для слабовидящих. Что поменялось в семнадцатом году? Да ничего не поменялось практически, хотя есть некий флажочек, который служит еще одним маркером изменения рынка, скажем так. Мы здесь видим, что так же хорошо, лучше всего идут готовые интернет-магазины. Но при этом, обратите внимание, в топ попали два модуля, которые фактически оказывают сервисные вещи. То есть их функционал связан не с разработкой готового сайта, это не решение, которое сосредоточено на верстке. Это импорт из Excel, парсер контента, то есть это инструменты для существующих, для работающих интернет-магазинов. И они в топе. То есть это в начале года, за три месяца, наиболее востребованные решения наряду с готовыми интернет-магазинами. О чем это говорит? Ребята, новых сайтов, заказов на новые сайты, становится меньше. Не в том смысле, что их количество прям падает значительно. Но если мы посмотрим динамику по появлению новых сайтов и новых сайтов на готовых решениях, то в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, мы даже видим небольшое падение на 3%. Ну, это, конечно, 3% ни о чем, это такая статистическая погрешность, но по крайней мере мы точно видим, что по сути количество новых сайтов, новых таких запусков, оно остается таким же, каким оно было в 2016 году. Прошло уже три месяца. Статистика именно такова. То есть, скорее всего, в этом году будет приблизительно столько же установок, столько же сайтов новых, как их было в 2016 году. Есть определенный вот выход на такую плату, которая в абсолютном, конечно, количестве, в абсолютном значении количества сайтов не уменьшается, но рассчитывать на то, что новых клиентов с заказами будет приходить все больше и больше, как это было в прошлые годы, нет, наверное, не стоит. Именно поэтому вот этот вот флажочек о том, что клиенты готовы платить за сложное функциональное решение для их существующих проектов, для их существующих сайтов, интернет-магазинов. И это, наверное, хорошее направление для дальнейшей разработки. Если мы понимаем, что с годами количество новых сайтов расти не будет, то имеет, наверное, смысл подумать о том, чтобы сосредоточиться на создании сложных бизнесовых инструментов для сайтов существующих. Импорты, парсеры контента, интеграторы с какими-то системами, вот это вот все, оно, скорее всего, будет востребовано. И спрос на них, скорее всего, будет расти. При этом, как я показывал, у нас в денежном выражении маркетплейс растет. Иными словами, покупательская способность рынка, она не упала. Люди готовы платить деньги за разработку, готовы платить деньги за готовое решение, но вот этот спрос и готовность платить, она сейчас немножечко перемещается в другую сторону. И не за новый сайт они готовы платить, а за расширение функционала существующего. Очень неплохая возможность заработать на готовых решениях, на тиражных, в маркетплейсе, просто нужно понимать, что, может быть, это не связано с разработкой готовых сайтов. Перейдем к приложениям 24. Здесь у нас пока еще реселлеров нет, поэтому показатели финансовые, их будет немножечко поменьше. Но здесь мы видим историю быстрого роста в сравнении с маркетплейс бутс. Если там рост, в общем-то, замедляется, то здесь все совсем наоборот. Мы видим, что за первые три месяца было установлено почти 72 тысячи решений из каталога приложения 24, портала битрикс24. Это рост практически в 40%, ну, тоже там с копейками, в общем-то, больше 40. Выручка при этом выросла на 52% по сравнению с аналогичным периодом полгода назад. Я специально говорю полгода, потому что за прошлый год у нас вот такого среза по установкам, ну, физически нет. Поэтому я сейчас сравниваю с того момента, как мы поменяли систему авторизации на битрикс24 и начали считать статистику по установкам в разрезе дат. При этом ситуация, в общем-то, по топу разработчиков, по топу авторов, она практически не изменилась. Первые два места стабильно занимает HTML Studio, ну, вы все знаете, наверное, конструктор документов. Даже если вы не занимаетесь внедрением битрикс24, а сами пользуетесь, наверняка конструктор документов используете. Если нет, я вам рекомендую посмотреть, потому что он реально облегчает создание документов, даже вот для рабочих целей веб-студии, скажем так. Можно очень быстро по сделкам генерировать необходимые закрывающие документы, заморать. Полезная вещь, и, собственно, рынок это подтверждает. HTML Studio с конструктором документов стабильно в топе приложений 24. В общем-то, львиные доли продаж проходят через них. На втором месте компания Sibirix. Ну, дальше места периодически меняются, но, в общем-то, участники практически одни и те же. Я не стал делать здесь топ-10, потому что количество авторов в каталоге приложений 24, конечно, на текущий момент заметно меньше, чем в маркетплейсе Boost. Приложения 24 стартовали не так давно, авторов пока еще не так много. Это хороший повод зайти в этот рынок, пока это еще не стоит очень дорого, потому что, если мы вернемся к маркетплейсу Boost, для того, чтобы стать заметным игроком там, с новым решением, это, конечно, сейчас уже становится достаточно затратной историей, потому что придется конкурировать со сложившимися игроками, с готовыми развитыми решениями, с огромным количеством модных установок. Для того, чтобы конкурировать с ними, нужно вложить не меньше денег, чем вкладывали Ампетплейс. Это уже не дешево и не быстро, скажем так. Приложение 24 практически на низком старте, поэтому сейчас возможность выйти с готовыми какими-то тиражными решениями намного интереснее в этом смысле. Хотя, конечно, риски тоже выше, наверное, потому что рынок еще пока не сформировался. Но он активно развивается. Вот можете посмотреть на топ решений, которые лучше всего продаются. Как я уже сказал, это приблизительно все то же самое, что и в прошлом году, конструктор документов, доска задач 24 от компании Sibirix. В этом году очень неплохо продается коммерческая интеграция с Asterisk, что позволило им выйти в топ-3, я бы так сказал, по результатам первого квартала. Вообще телефония очень активно идет в Abitrix 24 с появлением нового REST. Такие интеграции очень хорошо, очень востребованы. Различные дополнительные отчеты, интеграция с мой склад. Это, кстати, хорошая тема. Вообще инструменты интеграции с бухгалтериями, с складскими системами, какими-то внешними ERP и так далее, это то, что хочется рынку. Потому что, конечно, использовать отдельно взятый инструмент не очень удобно. Когда они между собой интегрированы, это прекрасно. Вот коммерческая интеграция мой склад, одна из немногих коммерческих интеграций, показывает неплохие результаты продажи. Имейте это в виду, когда будете думать, что бы такой запилить под Abitrix 24. И есть еще один интересный, ну он, конечно, такой забавный финансовый показатель. Если мы возьмем количество платных модулей Marketplace для Abitrix управления сайтом и количество платных решений для приложения 24, а потом возьмем объемы продаж за первый квартал, то окажется, что на каждое решение Marketplace приходится 14 тысяч выручки, а на приложение 24 16. То есть уже сейчас выручка в каталоге приложений 24 в среднем на игрока, она лучше в приложениях 24. С учетом, что это активно растущий рынок, с хорошей очень динамикой, цифра, скорее всего, будет даже больше в втором росте. Так что, опять же, имейте в виду, если вы сейчас подумаете о том, не начать ли разработку приложений для Abitrix 24, то, конечно же, начать. Это даже не вопрос. Удобство, точнее неудобство, преимущество приложений для Abitrix, прежде всего, заключается в том, что там все приложения продаются по подписке. Иными словами, там довольно долгий LTV у пользователей. Если они уже влезли в ваше приложение, если они хранят там данные, важные для их бизнеса, то вероятность того, что они плюнут и бросят его, перестанут платить, ну, она, наверное, связана только, если они плюнут на Abitrix 24 и вообще оттуда уйдут. Скорее всего, ваша клиентская база уменьшаться не будет. Я думаю, если вы спросите у Алексея Андреева из Abitrix 24, а он, кстати, будет у меня на вебинаре через неделю в это же время, по Москве, запишитесь. Он будет рассказывать о том, как у них получилось достичь таких результатов, что они делают. Можно будет поспрашивать его про атак клиентов. Насколько я понимаю, атак клиентов крайне небольшой. Это означает, что с каждым периодом очередным объем выручки у него удваивается условно. То есть каждый раз растет просто за счет того, что новые клиенты приходят, а старые не уходят. Сидя все на подписке, они ему постоянно платят деньги. Это очень интересная тема. Мы сейчас планируем сделать аналогичную возможность для Marketplace Boost. решаем технические, возможно, технические проблемы, связанные с защитой, потому что в отличие от приложений для Bitrix24, все-таки мы понимаем, что модули мы раздаем в исходниках. Возможно, будем как-то наращивать защиту вокруг этого, чтобы кодировать большую часть, большую часть модулей. Может быть, предложим вариант вынесения некого ядра готового решения и его, соответственно, фуссировать, как-то защищать. Естественно, мы будем переделывать систему Site Update для того, чтобы она отслеживала актуальность ключей по всем модулям, стоящим в системе и отключала, или, по крайней мере, выдавала предупреждение на первом этапе о том, что лицензия на модуль какой-то закончилась, быстро давайте денег, а то мы вас сейчас отключим. То есть там есть ряд технических вопросов, которые нам придется решить, но вот сама модель подписки, она становится актуальной, особенно с учетом того, что, как я уже сказал, количество новых сайтов расти не будет. Оно, по крайней мере, останется тем же самым, что и было. Это означает, что нам сейчас с вами нужно учиться зарабатывать на существующих клиентов. Маркетплейс в эту сторону тоже будет идти. Коллеги, значит, для тех из вас, кто почему-то еще не в нашем комьюнити для разработчиков маркетплейса, вот вы видите сейчас на экране ссылочку, по которой можно зарегистрироваться на портале dev.bidrex24.ru. Регистрируйтесь, все материалы, обсуждения я всегда выкладываю именно туда, там же можно всегда со мной пообщаться, я всегда практически на связи, но в течение рабочего дня постоянно. Задавать можно вопросы как в личку, так и в живой ленте. Это инструмент коммуникации предназначенный специально для того, чтобы авторы маркетплейса и разработчиков для приложения dev.bidrex24.ru могли общаться друг с другом и иметь такой прямой выход на нас, на компанию Bidrex, и в частности на меня. Наверное, больше мне добавить нечего, я готов отвечать на вопросы, что у нас тут с вопросиками, плюсики пока вижу, все пропало, починилось. Давайте иду сразу по вопросам. Когда будет месячная подписка на модуль в marketplace, как на Bidrex24? Сейчас, как я уже сказал, мы решаем технические вопросы, то есть юридически к этому все готово. Весь пакет документов, все изменения мы подготовили. Кстати, напоминаю, коллеги. Сейчас у всех в партнерском кабинете, у всех партнеров, кто заключил лицензионный договор по marketplace на продажу решений, это касается как авторов приложения 24, так и разработчиков для marketplace boot. Вам нужно прислать нам обновленное приложение к договору и дополнительные соглашения. Все это доступно в партнерской карточке на закладке marketplace, там же, где вы распечатывали лицензионный договор, вот заново, пожалуйста, распечатайте приложение номер 1, приложение номер 2, и там есть дополнительное соглашение к лицензионному договору, распечатайте, подпишите, поставьте большую круглую печать и пришлите нам почтой. Это необходимо, чтобы мы могли дальше продолжать развитие и изменения, связанные с marketplace, в частности, месячную подписку, потому что именно месячная подписка вынуждает нас изменить модель фиксирования авторского гонорара, если раньше по условиям лицензионного соглашения автор определял размер гонорара, а мы уже определяли размер наценки, то сейчас мы это дело поменяли, мы фактически фиксируем авторский гонорар в виде процента от конечной продажной стоимости клиентов. И это позволит нам совершенно спокойно выписывать купоны для клиентов на периоды использования модулей, не фиксируя авторский гонорар в виде конкретной там суммы какой-то, потому что сумма будет зависеть от того, на какой период клиент купил ваше решение. Это важная вещь, без которой ничего не взлетит. Как я уже сказал, документы готовы, сейчас мы ждем от вас подписанных документов, чтобы по этому поводу идти дальше. Ну и параллельно решаем технические вопросы по доработке сайт-апдейт, по доработке битрикс-управления сайтом, которая поддерживала бы помещенную подписку на готовое решение. Так что все в процессе. Я надеюсь, что до середины этого года, то есть до конца июня мы этот вопрос закроем. По крайней мере план такой. Можно ли будет сделать автоматическую продажу коробок BUS на своем сайте? Например, с использованием депозита или отложенного платежа? Спрашивает опять же Артем. Артем, можно, но любые депозиты и отложенные платежи это индивидуальные условия, которые могут обсуждаться, и они очень сильно зависят от объема продажа. Если мы понимаем, что объем продаж у вас большой, и раздача купонов клиентам становится быстрой раздачей ключевым моментом в ваших продажах, я думаю, мы сможем решить этот вопрос. Так что пишите в личку на defb324.ru обсудим. Вряд ли мы будем делать это таким тиражным решением для всех, пока, по крайней мере, ну, во-первых, такой потребности сильно не видим, потому что речь не всегда идет о продаже в онлайне, как правило, все равно идет речь о переговорах с клиентом, два дня вы с ним там переговариваетесь, на третий день выставляете счет, он вам оплатил. Ну, то есть, вот, быстрая отгрузка в бус, она, конечно, иногда нужна, но в узких достаточно контекстах. Третий вопрос от Артема. Больше всего сегодня спрашивают, молодец. Какие тенденции в marketplace vbx24? Можно ли как-то раскрыть статистику поисковых запросов? Мы обсуждали этот вопрос. Я не верю в то, что статистика запросов откроет вам чакры, и вы сразу узнаете, что на самом деле клиенты ищут, и какие у них скрытые потребности. Мы смотрели статистику запросов по marketplace boost, она технически на нашем сайте хранится. С битрикс24 немножечко сложнее, потому что, если вы знаете, у нас каталог приложений 24, он же не только публичный на битрикс24.ru apps, он же на самом деле дублируется внутри каждого портала, как облачного, так и коробочного. И поисковая система, она сепаратна в каждом отдельно взятом портале. Более того, по моим оценкам, сейчас точной статистики мы по тем же техническим сложностям не имеем, скорее всего 70-80, если не больше, посещений каталога marketplace, оно происходит не в этом публичном доступном для всех разделе, а внутри каждого отдельно взятого портала. Я это вижу даже по количеству установок в сравнении с посещаемостью публичного каталога установок в десятки раз больше. Это говорит о том, что люди ставят чаще всего из внутреннего своего каталога, не выходя за предел всего битрикс24. Вот, чтобы собрать поисковую статистику, нам нужно выковыривать эту статистику со всех порталов, которые у нас есть. Это технически тяжело. Поэтому у нас такой статистике на скидку, задача такая стоит, когда руки дойдут, мы ее вытащим, но мы смотрим ту же самую статистику по поисковым запросам из внешних систем, зачастую люди идут туда искать, все привыкли к Яндексу, а не к поиску внутри marketplace. ну не сильно внятные там вещи, вы не увидите такого, а что интеграцию с мой склад? Ну нет, ну нет, понимаете, нет. То есть это гипотеза в marketplace.boost, мне тоже казалось, что господи, мы сейчас возьмем статистику запросов и узнаем, чего же людям не хватает, они там может быть ищут готовый интернет-магазин еды для котиков там, не знаю, что-то такое мне казалось должно там быть. Нет, там ничего такого в общем-то нет, более того, статистика Яндекса дает намного более интересный срез по запросам, когда ищут битрикс, готовый сайт или битрикс, интернет-магазин шин, вот это все видно снаружи, но не видно по запросам marketplace. Я не знаю почему, но скорее всего та же самая история с каталогом битрикс24, поэтому, когда мы говорим о тенденциях, ориентироваться наверное не на поисковые запросы, а в принципе на бизнесовые вещи. Можно посмотреть на marketplace аналогичных продуктов, взять как вам сел, Force, Zoha, посмотреть, какие приложения востребованы там. Это, кстати, неплохая стратегия для авторов, посмотреть, с чем, какие бизнесовые задачи решаются приложениями для других систем CRM, для других систем управления задачами, сделать аналогичный инструмент для битрикс24. Посмотрите туда, вы увидите эти тенденции четко по количеству установок этих приложений. Чаще всего речь идет про интеграцию с какими-то бэкотчными системами, с бухгалтериями, с складскими учетами и так далее, и так далее. Очень много тоже разнообразных генераторов документов. Это прям такая тема, он может в отдельную категорию выносить. Даже в битрикс24 сейчас уже, по-моему, три конструктора документов. Для Salesforce не меньше двух десятков всяких генераторов документов отплатных или бесплатных. Вот, что нужно людям, скажем так. Я надеюсь, я ответил на вопрос. Если нет, поясните тогда, я еще отвечу. Когда выйдет RESTUP и модуль учет рабочего времени, он уже есть. Он уже есть, он уже на тестировании. То есть, речь о том, что он выйдет неделя-две, если еще он не вышел. По-моему, может быть, даже уже на стейдж. Я сегодня уточню его статус. Но он уже реально готов. По нему даже док готово, как только он выйдет в публикацию, сразу ее выбить наружу. Туда взялся немножко. Ждать осталось недолго. Это будет базовый раз. Мы на прошлом вебинаре говорили о том, что там минимальный набор методов, связанных с началом и окончанием рабочего дня и началом и завершением периодов. То есть, там не будет отчетов о рабочем времени, но там будет статус сотрудника, можно будет начать за него рабочий день, закончить. Вот это все ключевое для того, чтобы вы могли интегрировать VITX24 с какими-то внешнепропускными системами по учету прихода на работу вот этих методов уже будет достаточно. Будете ли решать вопросы с отзывами, чтобы клиент мог отставить? Это мы обсуждали буквально вчера на VITX24.ru. Мне предложили провести опрос среди партнеров, как часто они в обход напрямую продают куплод. Значит, в связи с опросом я вспомнил старый анекдот о том, что по результатам опроса длина мужского органа в России в среднем 32 см, а по результатам измерений 14 см. я не верю в то, что такие вопросы можно решать опросами. Поэтому буквально сегодня я с утра запросил статистику по выписке купонов. Когда закончится вебинар, я просто возьму и посчитаю, как много купонов выписывается без продаж. Эта цифра будет выдавать средства всему маркетплейсу. Может быть, вы правы, и очень много купонов выписывается в обход, и тогда можно думать о том, как этот вопрос решать, стоит ли давать отзывы по таким купонам, какие-то выписывать платные купоны, как было предложение в портале. Пока не знаю, что сказать по этому поводу. Я лично сомневаюсь. Давайте проверим. У нас есть две гипотезы, одна ваша, другая моя. В статистике посмотрим, знаем, кто был прав. Если я был неправ, я первым признаю свою неправоту, и тут же мы сделаем оплатное выписывание купонов, поверьте мне. Вот это вы сможете публиковать вагонами. Насколько сейчас часто покупают приложения для BITX24, разработанные с RESTAP именно в коробку BITX24? Николай спрашивает у нас. Я не могу ответить сейчас на этот вопрос. Статистику такую я не ввел, что будет отдельно проверять коробку или не коробку. Но я смогу сделать такой срез. Если напомните в BITX24 договор тоже изменился, его тоже надо переотправить. Нет, договор не надо переотправлять, в этом смысл дополнительного соглашения. То есть у нас есть некий действующий договор, потом мы подписываем к нему дополнительное соглашение, в котором говорим отныне и во веки веков до следующего дополнительного соглашения считать пункты такими-то старого договора переформулированными так-то. Ну вот условно. То есть по сути это изменение к существующей форме договора мы его подписываем в договорочное действие новой редакции. Так что только приложение и дополнительное соглашение. Да что ж такое мышка теряется? Хорошо бы в облаке в приложениях добавить журнал установки удаления приложения, локальных в том числе. Кто-то удалит или поставит следов не найти. Николай, я не понял ваш вопрос. Если вас не затруднит, поясните. Во-первых, что такое кто-то удалит, а следов не найти? удалять могут как и ставят только администраторы портала. Если у вас два десятка администраторов в вашем BIDX24, то это неправильно. И как бы вести журнал за админами, ну то есть как теоретически это возможно, но мне кажется проблему вот эту конкретную проблему надо на каком-то другом могут не решать. А можете включить слайд с топом модулей за 16-17 год для BIDX24? Конечно могу. Итак, модули для BIDX24. Пожалуйста. Артем. Сейчас низились цены на корпоративный портал и отдельная коробка CRM. Соответственно рынок станет больше, какие тренды тиражной разработки стоит ждать. Если бы я прям знал какие тренды стоит ждать, я бы сейчас сидел не на фоне этой птички, а сидел бы, наверное, в Майами на пляже или даже на своем острове попивая и на калад. Коллеги, я не смогу вам сказать в каком смысле расширение этого рынка повлияет на тиражную разработку. Единственный очевидный вывод, что чем больше клиентов на битрикс24 будет, тем больше рынок для тиражных решений для битрикс24. Я не очень понимаю, как расширение клиентской базы может отрицательно сказаться на тиражных решениях в целом. Наша задача как разработчика платформы как можно большую аудиторию собирать в нашу эту систему, скажем так, чем больше пользователей битрикс24 будет, которые заходят туда с самыми разными потребностями. Кому-то нужно управление продажами, кому-то нужно управление задачами, кому-то нужны инструменты коммуникации. На последнем презентации релиза Сергей Рыжиков останавливался специально на этом вопросе, мы выделили несколько сегментов пользовательской аудитории битрикс24 по тому, какие инструменты битрикс24 для них наиболее востребованы. И там была четкая тенденция, что для больших, например, компаний наиболее важны инструменты коммуникации, то есть они не сразу или вообще не пользуются там серенами, не сразу начинают пользоваться задачами, а вот инструментами коммуникации, там, живая лента, чаты, видеопереговоры и так далее, для них это ключевой момент, они закрывают дырки коммуникаций для большого количества людей. Мелкие компании чаще всего заходят через задачи, еще чаще через CRM, отдел продаж приходит, начинает автоматизировать управление продажами, мы ему даем бесплатный инструмент для 12 человек, это прекрасно, залетает туда, но при этом эта же компания совершенно спокойно готова платить за дополнительные какие-то сервисы. Есть куча примеров, ну в смысле даже по статистике мы видим, что компания, живущая на бесплатном тарифе ПТ-24, прекрасно и очень неплохо платят, например, за телефонию, то, что мы им не даем бесплатно. То же самое с приложениями, они могут сидеть на бесплатной CRM, но прекрасно платить HTML-студию за конструктор документов, и даже никто не почешется, потому что они получают очевидную бизнесовую порцию, они сокращают свои затраты, это ключевой момент, они не просто получают какой-то там новый удобный функционал, или там периодически приходят с запросами «А давайте мы еще делаем управление задачами, но полегче, чем этот ПТ-24, попроще интерфейс, там еще что-нибудь, будет бомба». Вот такой бомбы не будет, к сожалению. Делать в виде эти разные дополнительных инструментов, аналоги существующих инструментов БТ-24, ну, это странно. Единственное, наверное, исключение из этого, это доска задач-24 от Сибирикса, которая достаточно давно уже эксплуатировала идею комбана нереализованной бомбана. Мне пока сложно сказать, как появление комбана в стандартном функционале скажется на их продаже, скорее всего, не очень хорошо. Поэтому идея делать аналоги существующих инструментов БТ-24 не очень хорошая стратегия. Нужно затыкать какие-то серьезные дыры отраслевые, которые самим продуктом решаться не будут или будут в отдаленной какой-то перспективе. С чего это я начал? Я начал с инфраструктуры экосистемы БТ-24. Поэтому я все к чему веду? Расширение клиентской базы БТ-24 и понимание вот этого ее сегментирования потребностей малого бизнеса и среднего. Вот это ответ на ваш вопрос о тенденциях. Тенденция простая. Все больше и больше компаний, все больше и больше бизнесов начинают автоматизировать свои бизнесовые задачи базовые. Я сейчас не говорю про бухгалтерию там складской учет это совершенно отдельная тема. Они начинают автоматизировать управление. Управление задачами, управление распоряжениями, по сути, контроль над внутренним производством. Даже если мы производством понимаем разработку сайтов или там, я не знаю, учет заказа на установку окон. Управление продажами, потому что в высокой конкурентной среде без управления продажами выжить довольно тяжело, особенно если продукция или услуга не очень уникальна. Все, что может сделать бизнес, это оптимизировать внутренний процесс. Поэтому они все сейчас идут в Абитрикс24. Сюда же мы включаем потребность коммуникации с клиентами. Открытые линии офигенно заходят. Вот это реально получилась бомба. Люди с огромным удовольствием на сайте, даже если они не пользуются Абитрикс24 до этого, они ставят, они заводят Абитрикс24 только ради того, чтобы воспользоваться открытыми линиями, потом начинают пользоваться CRM-ками, а тут раз и конструктор документов или еще что-то, интеграция с мой склад. Мы их привозим, а вы их рубите и делите между собой, коллеги. Вот такая тенденция. Мы считаем, что отдельная коробка CRM это еще одна возможность захвата определенного сегмента рынка, который мы вам преподнесем в виде готовых уже горячих клиентов, вам останется только решить их дополнительные потребности. Мы, конечно, не показатель, но процентов 5-7. Денис, а что ты имеешь в виду под этим показателем? Напиши, пожалуйста, я не очень пользуюсь. Так, тогда аналитику по куонам сделайте. Да, Станислав, именно это я и буду сегодня делать. Но вообще не давать написать отзыв клиенту модуля это идиотизм. Денис, я писал точку зрения по этому поводу, что покупатель модуля и клиент marketplace это не всегда одно и то же лицо. Отзывы на marketplace на текущий момент публикуют клиенты marketplace, а не просто клиенты партнеров. На текущий момент такой подход мне кажется логичнее. Артем говорит спасибо. Пожалуйста. Денис пишет. Указывается текущее вознаграждение за продажу модулей, а если цена изменится, снова передправлять его. Еще раз, значит, если мы возьмем существующий договор по marketplace, он же касается приложения 24, то в нем действительно фиксируется гонорар в абсолютных величинах. Вы пишете, я продаю модуль XXX и я хочу за каждую продажу этого модуля получать тысячу рублей. Вы зафиксировали свой авторский гонорар, на который мы делаем наценку и уже по полной цене куда-то там продают. Цена поменялась, по-хорошему, да, надо было присылать приложение номер 2 заново, потому что цена изменилась, вы фактически изменили свой гонорар. Но это была старая схема, причем мы не очень следили за приложением номер 2, что было неправильно, конечно. Но сейчас мы поменяли способ расчета авторского гонорара, поскольку вы пишете, хочу за модуль XXX, в смысле не хочу, а подписывать, что я готов за модуль XXX получать гонорар 85% при продаже внутри страны и 60% при продаже в соседнюю страну. То есть если ваш модуль будет торговаться в Украине, то с учетом всех налоговых расходов и так далее, вы будете получать гонорар чуть меньше. Но вы при этом управляете конечной стоимостью для клиента, вы можете для своего модуля указать цену в гривны. Об этом мы тоже писали 6 апреля в рассылке, об этом есть новость в партнерском кабинете. Почитайте, пожалуйста, это важный момент. Но поскольку сейчас в новом дополнительном соглашении, которое меняет форму существующего договора, мы прописываем с авторами обязательство выплачивать гонорар в процентах от конечной стоимости, нам становится совершенно неважно, в какой момент, какую конечную стоимость автор выставит. Вы завтра поменяете цену на 5000 рублей вместо 1000? Не вопрос. Мы обязаны вам выплатить 85% авторского гонорара от той продажной цены, которая актуальна на текущий момент. Приложение номер 2 с изменениями цен уже не нужно будет присылать по новым правилам, по новым документам. Это и вам обличает жизнь и нам. Автоматизация робота для счетов и предложений. Планируется? Там тоже есть статусы. Не готов ответить на этот вопрос. Не знаю. Передам вопрос господину Волошину. Может быть и планируется? Не знаю. Сейчас скажу по коллегам. А, Денис, я выписки купонов. То есть 5-7% купонов выписывается мимо маркетплейса. Окей. Ну, вот, собственно, приблизительно я на самом деле думаю, что в среднем по маркетплейсу речь идет о 3-4% таких купонов. То есть на самом деле нет ни что из ватника. Стоит ли из-за этого угородить огород с оплатой всех купонов? Я, например, не уверен. Посмотрим по статистике. Денис, давай продолжим вот эту дискуссию кто такой клиент модуля кто клиент маркета отдельно. Это такой не вопрос для вебинара потому что получается говорить только я один не очень удобно вести разговор. Сделайте маркетплейс отдельный раздел для встроенных приложений. Давай обсудим эту тему. Я не очень уверен, что имеет смысл делать отдельный раздел для встраиваемых приложений. Почему? Дело в том, что сам факт встраивания никак не позволяет определить а для чего это приложение. То есть иными словами от того, что приложение встраивается в какой-то раздел CRM он не становится чем-то отдельным. Это все равно приложение расширяющее функционал инструмента CRM. То же самое с встраиванием там задачи. Это просто способ донести свой пользовательский интерфейс до своего клиента. Вот встраивание в виде виджета какого-то. Но по сути функционал все равно остается в рамках конкретной категории существующей уже. Поэтому делаются встроенные приложения и там допустим будет 50 приложений часть из них встраивается в задаче часть в CRM часть в телефонию почему они все в кучу просто потому что они встраиваться умеют. Я не уверен что это хорошая идея. Но нужно обсудить ну правда клиенты все-таки ищут решение своих конкретных проблем. Пользуются они CRM они ищут приложение для CRM для конкретных каких-то задач. От того что приложение встраивается или не встраивается это скорее плюс конкретному приложению. Но это не способ найти это приложение. Планируется ли расширение API для работы с Marketplace? У нас при разработке возникает много моментов техподдержка Bittrex нас динамит уже полгода. Ну вообще планируется расширение API для работы с Marketplace? Я сейчас думаю вот мы в течение после праздников выведем из бета тот API, которые запустили новый тестовый режим и будем продолжать его расширять. Тут надо понимать какие моменты возникают и как быстро мы их можем сделать. По текущим моим планам, которые разработчики подтвердили по возможностям, мы будем сейчас расширять количество событий в API на активацию купона, на выписку купона, на новый заказ, что-то такое, чтобы вы могли внешние обработчики на своей стороне вешать и реагировать на события. Ну я знаю, что есть например потребность через партнерский API фактически делать заказы на стороне Marketplace для того, чтобы можно полностью автоматизировать интернет-магазин внешний в связи с Marketplace. Вот это, к сожалению, быстро мы сделать не сможем, по техническим причинам сейчас сильно переделываются внутренние части движка Marketplace. Без него городить огород без этой переделки с API для совершения заказов, ну это двойная работа, потому что потом придется переделывать. Коллеги на это пойти не могут, поэтому сначала все-таки решим внутренние технические вопросы, потом будем в этом смысле расширять API. Но базовые вещи по добавлению клиента, генерации купона, вот реагирование на активацию купона мы в API засунем достаточно быстро, я думаю, тоже до конца июня это будет, можете пользоваться и уже ориентируется на новой API, он очень удобный, в виде JSON все отдает красиво, без всяких сложных XML-и, парсингов там и прочих дел. может не по теме пишет Евгений, но надо сделать так, HTTPS портал marketplace ап название приложения. Спасибо Евгений, что надо сделать так, теперь напишите зачем так надо сделать. может структуру каталога сделать зеркальной скупом, то есть чтобы легче было искать по функционалу, ну опять такой вопрос не очень понятный, скупы не определяют функционал, например, ну что такое скуп пользователя или структура компании, это что такое, как можно понять, о чем будет приложение, которое пользуется структурой компании или пользователями. Скупы не всегда совпадают с функциональными потребностями, потому что скуп это такая внутренняя штука, а вот привязка к конкретным бизнесовым вопросам она все-таки лежит уровнем выше. Я планирую расширять набор категорий, я планирую делать его двухуровневым, вот это вот факт совершенно, то есть сейчас набор категорий уже, наверное, тесноват, даже если мы возьмем категорию для CRM, ну там уже прям такой серьезный бардак, потому что есть очень много похожих приложений, ну похожих в том смысле, что они решают одни и те же бизнесовые задачи, например, там скрипты о телефонных продажах, там 5 или 6 штук уже сейчас, и так далее, и так далее, интеграция с какими-то там внешними системами, всякими лендингами, реформами, и так далее, это все можно уже разбивать на тот категории, чтобы было легче в этом ориентироваться. Возможно, это будет логичнее сделать, чем придумывать привязку к скопам каким-то. Если есть какие-то идеи по структуризации, которые вам кажутся более правильными, не стесняйтесь писать, я постараюсь учесть, потому что мы с разных сторон на все это дело смотрим, буду рад, если мне подскажете интересные, правильные идеи. Нужно больше данных, какой партнер купил, какой клиент, какое обновление закачал и версия модуля. Это, я так понимаю, речь идет про партнерский API. Окей, ну вот как минимум, какой партнер купил, это точно будет отдаваться, а какой клиент, какое обновление закачал и версия модуля. Можно подумать, если вы мне напишите, зачем вам это нужно, чтобы я хотя бы понимал приоритетность этой задачи. То есть для каких бизнесовых задач вам вот эти данные нужны, не просто для информации или для принятия каких-то решений. На прошлом семинаре ввели гет-параметры. Как сделать ссылку на приложение с гет-параметрами из порталов. Я не очень понимаю, как название приложения поможет или не даст использовать гет-параметры вместо названия приложения вместо символьного кода непонятно. Давайте в личку с этим вопросом он затягивается. Больше вопросов я не вижу. Евгений, я предлагаю с URL-ами приложений обсудить это в личке, потому что я реально пока не очень понимаю, о чем идет речь. И, наверное, это вопрос не для вебинара. Если есть какие-то вопросы еще по данным статистическим, которые я сегодня озвучивал, Велкам, давайте еще, наверное, парочку минут подождем до 11-ти 10-ти по моим часам. Если нет, ну, тогда, наверное, прервемся на сегодня. Запись вебинара я, наверное, завтра уже выложу, то есть сегодня я подготовлю, а завтра выложу, чтобы ее можно было посмотреть, раздать коллегам Велкам. Материалов особо дополнительных, поскольку не технические, вебинар не будет, поэтому я ничего не выложу в Петрик 24, но саму запись была. Коллеги, давайте еще вопросики. Если нет, хочу попросить вас в конце вебинара будет небольшая анкетка, поставьте там ответы как есть. Хочешь собрать небольшую статистику? Ну, я так чувствую, что, наверное, все, на все, что я мог, ответил, все, что вы хотели спросить, спросили. Спасибо, коллеги, что были на сегодняшнем вебинаре. Приглашаю на следующий, как я уже сказал, вместе со мной на следующем вебинаре будет Алексей Андреев из HTML Studio. Будем говорить о том, как зарабатывать на приложении для Bitrix24. у него уже был доклад на партнерской конференции зимний, где он рассказывал про особенности продаж на Западе. Я думаю, мы этот вопрос тоже затронем, потому что, коллеги, в отличие от Marketplace для Bitrix управления сайтом, надо понимать, что приложение для Bitrix24 это возможность выйти на западный рынок. Bitrix управления сайтом на Западе не продается, Marketplace куда, не планируется. Мы будем Marketplace для BOSS расширять в соседние страны, наряду с Украиной появится Marketplace в Казахстане и Беларуси. Я надеюсь, что это будет сделано до конца июня. Но это как бы ограничивает ваш рынок таким русскоязычным сегментом. Когда мы говорим про приложение для Bitrix24, речь идет в частности и про Запад. Вы можете работать с Западом как с лидогенератором на основе бесплатных приложений, потому что биллинг пока на Западе не запущен, но мы будем запускать биллинг в течение второго полугодия этого года обязательно. У вас будет возможность прямо-таки продавать тиражные решения на Запад через нас. Но можно идти тем путем, которым пока еще можно идти тем путем, которым пошел Андреев, билить приложение самостоятельно. Он принимает платежи через PayPal. Если вы не смотрели его доклад на партнерке, обязательно посмотрите. Он небольшой, буквально, по-моему, на 10-20 минут, где он рассказывает, как они продают на Запад, с каким вопросом они столкнулись. Ну, или приходите на вебинар, точнее, ну, или обязательно приходите на вебинар через неделю, в среду, как у нас будет число. Это у нас будет 10-го числа, 10-го мая в 1-часов по Москве будет вебинар в формате интервью с HTML-студио. Будем выяснять, как они зарабатывают так много денег. Будут делиться опытом, отвечать на вопросы, велкам, велкам, обязательно приходите, я думаю, это будет полезно. Не так много пока еще приложений для Bitrix24, которые успешно, настолько успешно торгуются. Все, коллеги, спасибо, рад был вас всех здесь виртуально видеть, надеюсь, что вебинар понравился и оказался полезным. Увидимся через неделю. Пока-пока.